Осторожно, грибы-убийцы! Такими заголовками СМИ пугали жители Подмосковья с начала лета. Там в лесах появились грибы-мутанты, с виду обычные, внутри ядовитые. Какие грибы растут в Ненецком округе? Чтобы узнать это, на тихую охоту отправилась Валентина Чибичек. Грибы есть, растут везде. По данным энциклопедии, их у нас около ста видов. Плюс десяти им хватает, чтобы вырасти и порадовать грибника. Я к последним не отношусь, поэтому пригласила специалиста природопользования Сергея Вячеславовича Козлова, чтобы выведать, какие грибы самые вкусные. Но сначала очень важный вопрос. Так ли много в нашей тундре несъедобных, ядовитых грибов, которые представляют опасность для людей? Нет, у нас мало таких грибов. Основные здесь мухоморы, красные, пантерные, бледные поганки. А с чем это связано, что в средней полосе их много, а вот здесь в заполярье их меньше? Ну, как бы у нас здесь почвы беднее, и разнообразие, естественно, меньше, чем в средней полосе. О, а вот это что за гриб? Ну, вот этот гриб – это козляк, или маховик еще его называют. Он какой-то съедобный, несъедобный? Он условно съедобный, его, в принципе, можно отваривать, пожарить. А условно это почему? Ну, условно это… Вообще грибы делятся на четыре категории. Есть первая категория, самая лучшая, их даже в сыром виде можно есть. Есть второй категории, третий и четвертый. Так вот, это относится к четвертой категории. Как бы, ну, это когда вообще год голодный, когда грибов хороших нету, то вот можно, в принципе, даже вот эти маховики собирать. И это… Жарить их, варить и употреблять пищу. Вот, а это у нас масленок. Тоже относится к группе маховиков, но он более, как сказать, лучше. И он уже где-то к третьей категории относится. То есть у него больше питательных и полезных веществ. У него… Очень вкусный, когда его пожаришь на сковородочке с маслом. Вообще замечательный гриб. Скажите, как все-таки правильно собирать грибы? Кто-то говорит, что их нужно выкручивать, кто-то говорит, что нужно срезать аккуратно и оставлять корень. Вот ваше мнение. Лучше всего его срезать, конечно, оставлять корешок, как бы, ну, нижнюю часть гриба, так скажем, не корешок, потому что у него корней нету, у него не кориза. А кто-то говорит, что вот этот вот корень потом будет гнить и ничего из него не вырастет. Из корня ничего не вырастет. А вырастет из… Вот там, если сейчас… Я его вытащу. Вот я его вытащил. Вот эта вот часть, вот эта вот, корневая микориза, так скажем. И вот из нее грибы-то вырастают. Они вот не из этого, не из тела, из этого. О, это уже какой-то, наверное, благородный гриб, да? Ну, да, этот уже гриб у нас подосиновик или в простонародье называют красноголовик. К какой он категории относится? Он относится к первой, ко второй категории. Северные люди, можно сказать, основное, это и собирают красноголовики и белые грибы. Это, как бы, считается, самые лучшие грибы здесь у нас. Они предпочитают грибы благородные. Ну, попробуем срезать, а вы скажете, правильно или нет. Вот так вот, под корень его, да. Корень остается, немножко прикрываем и кладем в корзину наш урожай. Сразу можно не ложить, вот тут, посмотри. Ножки очень вкусные у них, поэтому их червь съедает в первую очередь. Вот, и желательно, если червивая ножка, ее сразу можно обрезать. То есть, прям сразу? Видите? Ага. Черевом поражен. А шляп поставляем. Вот так и в корзинке будет и места побольше, еще можно грибов собрать. Этот красненький, это козляк стоит. А вот этот маховик настоящий, его, в принципе, сейчас можно срезать. А он в какой категории относится? Махевики в третьей категории. Вот у него характерно вот это вот, желтого цвета. Встречаются вот эти вот волнушки розовые. Тоже хороший съедобный гриб, он в третьей категории. В основном его на солении используется, то есть засаливают. Ох, вот оно счастье грибника, очень удачная полянка. Это красноголовики, подосиновики. Вот так их и собирают, по грибочку и в ведро. И еще целых два. Просто грибное счастье. Понятно, почему это называется тихая охота, азартное занятие. Красавчики. О, такого бы гриба еще не находили. Ну, это, в принципе, обычный гриб, подберезовик. Тоже считается ценным. Да, съедобный гриб. Второй категории, пожалуйста. Это будет завершающий аккорд нашей прогулки грибной. Посмотрите, мы погуляли несколько минут, а грибов целое ведро. Замечательно. Спасибо большое, Сергей Вячеславович. Сергей Козлов, Валентина Чибич и Дмитрий Лукевич. Из леса, телеканал «Север».